В Мексике образ настоящего мужчины такой. Мачо с пышными усами и тягой к спиртному. Он глубоко укоренился в головах многих мужчин и женщин. Я рос в очень небезопасном районе, где для самозащиты одних слов не хватало. Уровень преступности был запредельный. Одна перестрелка за другой. Те, кто встречает меня на улице с макияжем, и подумать не могут, что я могу быть тренером по самообороне. И наоборот, ученики, которых я тренирую, не подозревают, что я ещё и диджей Вэлюндер. Эти два мира очень хорошо сочетаются между собой. Я увлёкся готической эстетикой где-то в восемьдесят девятом. Я открыл для себя мир, которому хотел принадлежать. Я был очарован его внешней составляющей. Сверхъестественная, мистика, драма, ночные создания, дома с привидениями и всё такое. В старших классах я покрасил волосы в розовый. Я стал делать макияж, подводил глаза, красил губы чёрной помадой. Я выходил на улицу и слышал, как люди смеются мне вслед. Какой-то парень подбежал сзади и разбил яйцо о мою голову. А его друзья смеялись. Их было семь или восемь человек. Меня это тогда очень задело. Агрессии очень много. Со стороны уличных банд, полиции, окружающих в целом. От таких, как я, отворачиваются родные. Все отворачиваются. Мы собрались и решили, что раз уж мы хотим что-то изменить, нужно научиться самодисциплине. Нужно владеть своим телом. Если вас задирают на улице, как вы будете защищаться? Мы были первыми, кто мыслил в этом ключе. Когда мы решили заняться смешанными единоборствами, люди говорили, да что эти ребята понимают в этом? А все из-за наших длинных крашеных волос. У нас был лишь один способ переубедить их – победить в поединке. Мы сражались с лучшими борцами в тайском боксе, джиу-джитсу, боксе, чтобы доказать, что мы не болтаем не по делу. Все пояса, полученные нашими чемпионами в международных и местных соревнованиях, выставлены здесь. Это все титулы от разных организаций. Некоторые из них – международные. В Мексике люди, которые занимаются спортом и хотят выйти на профессиональный уровень, редко увлекаются альтернативными субкультурами. И наоборот. Костоломы, отвлекитесь от тренировок и взгляните вокруг. Мир находится в хаосе. Люди нападают друг на друга из-за своего эго, абсолютно без причины. Из-за того, как кто-то одет или какую музыку слушает, во что верит. Из-за того, что думает по-другому или у него другая прическа. Люди убивают друг друга. Мы хотим, чтобы вы в этой разнице видели возможность для роста. Наши действия побеждают предрассудки. Многие из тех, у кого раньше было неверное представление о нас, теперь наши лучшие друзья. Я выкладываюсь по полной на каждой тренировке. Результаты говорят сами за себя. Я год, который вкладывает душу в преподавание смешанных единоборств. Человека нужно оценивать по его поступкам, день за днем, не по его одежде. Если ты приветливый, заботливый, внимательный, если помогаешь другим, это и есть настоящий ты, а не то, во что ты одет. В Элюндер мы руководствуемся теми же правилами. Нам наплевать, кто как одет. Нам важно, что у тебя в голове твои действия и мысли. Некоторые приходят в костюмах, и им здесь рады. А некоторые одеты, как обычно, и это тоже отлично. Здесь можно пообщаться с самыми разными людьми, потанцевать и выпить с ними. Элюндер очень особенное для меня место. Здесь волшебная энергетика. Я нигде такого не встречал. Здесь я ощущаю связь с другими людьми. Иногда толпа очень заводится и устраивает мошпит перед сценой. А иногда атмосфера очень душевная. Люди начинают обниматься, их переполняют эмоции. Элюндер создавался как место, где могли объединиться такие, как мы. Костоломы тоже задумывались с целью дать людям шанс развиваться, чтобы они знали, что мы все большая семья. Если человек подвержен чужому мнению, не одевается так, как хочет, он изменяет себе, он несчастлив. Здравствуйте. У вас открыто? Входите. Не надо стараться понравиться всем. Это неправильно. Я никогда даже не думал, что клуб Элюндер вырастет до таких масштабов. С Костоломами все так же. Результат превзошел все мои ожидания. Команда стала невероятно успешной. Но мы всегда в это верили и всегда делали то, что любим. Живи здесь и сейчас. Бери жизнь в свои руки и живи. Так, как хочется тебе. Вкладывай в дело все свои силы, всю свою энергию и душу. И будешь счастлив, как я. Я счастлив в своем мрачном мире. Режиссер Аскар Гаджирли, продюсер Эбби Смит, исполнительные продюсеры Джеймс Гиббен, Фредерик Дюрман и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова